Всем привет! Вы на канале Семена Партнер. Меня зовут Виталий Декабрёв. И сегодня я вам расскажу, как самим сделать отличный стимулятор роста и антистрессовый препарат. И самое главное, что это будет очень дёшево. Присоединяйтесь! Я часто при выращивании рассады и вообще растений рекомендую применять стимуляторы роста. Они повышают иммунитет, дают дополнительную энергию и стимулируют рост. В некоторых препаратах основным компонентом является янтарная кислота. Но янтарная кислота сама по себе отличный биостимулятор. Её можно использовать как самостоятельный антистрессовый препарат. Я покупаю янтарную кислоту в аптеке. Пачка янтарной кислоты стоит всего лишь 20 рублей за 10 таблеток. И это получается очень-очень выгодно. Одним из важнейших свойств янтарной кислоты является её способность регулировать рост растения. При регулярном использовании корневая система растений начинает лучше усваивать питательные вещества, которые находятся в почве и в удобрениях, которые мы вносим. При попадании янтарной кислоты в почву нормализуется жизнедеятельность микроорганизмов, что приводит к восстановлению нормальной и естественной микрофлоры грунта. При обработке растений раствором этого вещества увеличивается устойчивость к внешним неблагоприятным воздействиям. Янтарная кислота не загрязняет экологию почвы и окружающей среды. Она не токсична. Поэтому если концентрация вещества будет больше необходимой, это не навредит растению и грунту. Как же приготовить нам рабочий раствор для растений? Многие садоводы пользуются разной концентрацией янтарной кислоты. Если честно, я не понимаю, зачем. Я поступаю проще, но всё-таки есть некоторые нюансы. Во-первых, янтарная кислота в аптеке продаётся в разных формах. Есть в таблетке, есть в порошке. Вот в порошке там чистая янтарная кислота. Если вы приобрели именно такую янтарную кислоту, то запишите рецепт. 1 грамм янтарной кислоты мы разводим в 5 литрах воды. Если вы приобрели таблетки, то здесь концентрация янтарной кислоты ниже за счёт того, что добавлены другие компоненты. Какие? Глюкоза, крахмал картофельный, кальция, стират, тальк. Вот я вам хочу сказать, что все эти дополнительные компоненты также будут очень полезны для растений. Ну, я вот как раз беру в основном таблетки, они всегда есть в аптеке. Записывайте рецепт. 2 таблетки нужно развести в 1 литре воды. Как это лучше всего сделать? Берём 2 таблеточки и разминаем. Так мы быстрее получим рабочий раствор. Сначала развожу в небольшом количестве тёплой воды до полного растворения. Таблетка полностью растворилась и отправляю в 1 литр воды. Хорошенечко опрыскиватель сбалтываю. Можно приступать к опрыскиванию всей рассады. Заждалась она янтарную кислоту. Опрыскивание можно проводить раз в 10 дней и чередовать опрыскивание с корневой подкормкой. И обязательно помните, что янтарную кислоту, разведённую, хранить можно не больше 3 дней. Дальше уже раствор не пригоден. Всё очень просто и экономично. А самое главное, что для растений это просто бесценно. Посмотрите, какая у меня уже рослая, хорошая клубника. Это очень интересные сорта с красными цветами и крупными ягодами. На сегодня у меня всё. С вами работал Виталий Декабрёв специально для канала Семена Партнёр. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, если ещё не подписаны. Заглядывайте, кстати, на мой канал Дача с Виталием Декабрёвым. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До встречи. Желаю здоровья вам и вашим растениям.